Дорогие возлюбленные братья и сёстры, дорогие друзья, я всех приветствую с любовью к Господу нашу Иисуса Христа. Мир вам! Слава Богу и благодарение нашему Господу о том, что сегодня Господь так чудно благословляет нас. И это пение о вере, о лучи, веры, чтобы у нас не погас. Посохранил бы нас Господь, чтобы мы сохранили веру в Господа Иисуса Христа. Желание моего сердца прочитать с евреев 10 главы 38-39 стих. «Праведной верою жив будет, и если кто колеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из полибающихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Аминь». Живя в этом мире, знаем, что то, что происходит сегодня в мире – эти катаклизмы, эти катастрофы, войны, бедствия, болезни, переживания. И Слово Божие мы узнаем, что это приходит близко кончина этого мира. «И скоро придет тот, кто сотворил этот мир, царь и царей, Господь господствующий, владыка всего видящего и невидящего». Сегодня каждая страна, каждый мир, все граждане земные, конечно, приветствующие свои, там, где они народились, прославляют свои места, свои рождения. И мы, как выходцы с Украины, то наш народ прославляет Украину. Где бы мы ни пошли, где бы мы ни слышали, мы слышим слава Украине. Это очень прекрасно, что есть граждане, которые любят и уважают свою страну. Но мы дети Божьи. Мы дети того, кто сотворил небо и землю, царь царей, Господь господствующий, тот, кто создал человека по образу и подобию своему, рабедной верою, жив будет. Иногда наша вера может быть хлеблицем нашей жизни, может быть, мы не так тверды, может быть, чего-то нами не хватает для того, чтобы сохранить свою веру. Слово Господне предупреждает нас и наставляет, и учит нас о том, что вера без дел мертва. Если проповедник или любой член церкви только будет веровать, а не имея дел, я думаю, что эта вера неприводна ни к чему. Эта вера будет просто мертвая вера. Она не будет созидать, она не будет вдохновлять, она не будет любить, а это только будут пустые слова. Мы верующие, мы верим Бога. Сегодня спросить человека, я думаю, что мало тех людей, хотя найдутся и единицы, которые скажут, что нету Бога. А мы знаем, эти люди принадлежат к людям безумным. Сказал безумец, Бога нет. Но мы знаем, что есть Тот, Который сотворил небо и землю. Есть Тот, Кто отдал самое драгоценное, то есть Сына любящего нашего Господа Иисуса Христа. Сына Божия, Который умер на Голгофском кресте. И слава Богу, что до этого времени, пока Он жил на земле, учил народы, что-то оставил и нам, мы поверили в Него, потому что в Слове Божьем к Евреям 11 главе с 1 стиха сказаны такие слова. «Вера же есть осуществление, ожидаемость и уверенность невидима». В нем свидетельствованы древние. И там перечислено много героев веры. Я бы хотел подчеркнуть одно 17 главы, 17 стиха с этой главы. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, в котором было сказано «Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил это предоснование. Верую, будущее Исаак благословил Якова и Исава. Дорогие братья и сестры, много примеров из священного Писания. Мы знаем этих героев веры. Мы знаем этот пример Авраама, который принес жертву своего сына. И мы называемся сегодня детьми, как раньше назывались мы дети Авраама, Исаака и Якова. И сегодня мы сына наследники Авраама, Исаака, Якова. Мы дети Божьи. А почему? Потому что поверили Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И Он движет нас сегодня Духом садим. Хотя у нас есть переживания, хотя у нас может быть в разных семьях есть дети неверующие, есть верующие, есть родители неверующие, братья неверующие. Мы приходим и молимся за них. Потому что так учит нас Слово Божие, чтобы мы молились. Потому что примером есть Иисус Христос, Который молился. Для чего народился Христос? Чтобы спасти погибшие. А что делает сегодня Сатана? Чтобы украсть, убить и погубить. Эта борьба, которая сегодня стыкается с этим миром темноты и света, продолжается уж много столетий. Я думаю, что слава Господу, что у нас есть ходатай Нового Завета, долговская жертва, любовь Божия, которая омыла и очистила нас. И мы должны радоваться о том, что вера Иисуса Христа наполняет нас. И дела, которые мы делаем, стараемся делать, проповедовать Господа Иисуса Христа тому, кто не знает сегодня Господа. И если будем исповедовать Иисуса Христа, жить по Писанию и делать дела Божьи, которые Он оставил для нас каждого, идите, научите все народы, христия их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Я уверен, что каждый из вас, сидя на этом месте, имеет желание, чтобы кто-то, услышав с наших сердец, свидетельство о своей жизни, как с нами поступил Господь, чтобы эта вера наполнялась в нас, чтобы мы не были мертвыми христианами, а чтобы мы были живыми христианами, чтобы мы делали это дело, которое и это последнее время побуждает нас, чтобы мы не были такими просто несострадательными к нашим братьям, сестрам, которые сегодня находятся и на Украине. Мы сегодня, я уверен, что все молимся за нашу Украину, чтобы Господь сам остановил это кровоприлитие, но мы видим, что она в большой ярости сброшенной для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я сегодня слушал свидетельство одной семьи, как она переживала в своей жизни и свидетельство одного брата с Мариуполя, который остался без всего. Остался сам один с Господом. И он благодарит Бога, что у него нету дома, нету семьи, у него есть Господь, и он за это благодарен, что он живет, он имеет надежду навстречу своими родными и близкими в небе, потому что враг сегодня пришел украсть, убить и погубить. В нашей жизни есть много примеров, что можем и мы привести тем людям, которые сегодня сомневаются в вере Иисуса Христа. мы имеем родных близких, которых родились вместе, родились в мирующих семьях, и дети разделены на две части. Они любят Господа, а другие любят тьму, любят это развлечение, этот мир, который сегодня так широко раскрытый. но мы должны благодарить Бога, что в одно определенное время наш Господь нашел нас в этой тьме, вырвал нас с этой тьмы, а главное мы должны радоваться в том, что Господь написал наши имена в книгу жизни. И сохранил бы нас Господь, чтобы мы были верны Господе до конца. чтобы мы понимали, что наша жизнь коротка, словно птицы полет и быстрее чернока улетает вперед. Наша жизнь словно тень на земле нам дана, но как солнце зайдет, исчезает она. Дорогие братья и сестры, эта жизнь так коротка, и мы должны ценить это, что сегодня это благоприятное время и это прекрасное воскресенье. Мы пробудились от сна, мы встали на молитву, перезвонили родным, близким, детям, внукам, слава Богу, все живы, здоровы, созвонились с Украиной, благодарят за молитвы. И я хочу сказать вам, что благодарственные молитвы, которые мы просим нашего Господа, Он слышит их, Он ведь отвечает на наши молитвы, хотя мы думаем порою, что может быть и напрасно молиться. Нет, дорогие братья и сестры, Господь услышит каждую молитву, потому что Он молился в Гефсиманском саду, что если возможно, доминует и Его эта участь. Он в конце слова сказал, не так, как я хочу, а как ты хочешь, да будет воля твоя Отче. Если мы свои жизни оставим на Господа, чтобы во всем была Его воля, мы получим этот успех, который Он сказал, я иду приготовить вам место, а когда приготовлю вам место, приду за вами и возьму вас, чтобы вы были там, где я. Я хочу, чтобы мы не сомневались в веру Иисуса Христа. Вера это наше спасение. Царя царей, Господа Господствующая, Владыка мира, который создал небо и землю, все это прекрасное, что Он создал, мы можем видеть своими очами. И любовь Его сегодня, если бы была отнята на миг, то мы бы сегодня не сидели на этих лавочках в доме нашего Господа Иисуса Христа. Перед нами молитва, и мы каждый, кто имеет нужду, кто имеет желание поблагодарить Господа, имеют эту возможность за наших друзей, за близких, за родных, за тех, кто на одрах болезни, можем помолиться и вознести нашему Господу молитву благодарения, молитву слова, которой мы можем прийти на разговор прямым с Иисусом Христом. Ему честь, ему хвала и поклонение, любящему Богу, Отцу и Сыну и Духу Сятому. Аминь.